всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала и сегодня я расскажу вам про воблеры и тума ну и вкратце я сейчас быстренько вам упомяну про те воблеры с которыми я заканчивал рыболовный сезон 2016 года прошлого и постараюсь вам показать не все но часть перспективных воблеров на мой взгляд тоже от фирмы и тума с которыми я начну рыболовный сезон 2017 год воблерами тумы я давно давно уже очень рыбачу и в принципе для меня они очень очень понятны и очень-очень открыты ну а так как как бы рыболов рыбачить очень много разными приманками катушками спиннингами шнурами от этого как бы именно испробовать всю линейку и тума я решил что-то последние два года то есть в прошлом сезоне что напоминаю отлично работала самбо по сути дело для меня это уникальный воблер с отличными характеристиками полетными видите вот это кстати последняя самбо которая выжила в прошлом сезоне в прошлом году как она там выжила вся уже такая покоцанная все но отличный полет отличная игра отлично держит струю просто четкая игрушка самбо на есть у фирмы youtube а в двух как бы сказать номинациях вот это самбо 100 вот она у нас погружается на один метр и весит около 12 грамм и аналогичная самбо скажем так который уже весит 17 с половиной грамм но погружается но до четырех метров видим да какие цепкие крючки у них вот видим что они одинаковое тело но одинаковой лопаткой отлично ныряет ямы очень хорошо поднимает таймений таймешат также на амуре она себя зарекомендовала неплохо по ловле верхогляда когда с лодочки стоишь под тобой глубина бровочка метра три-четыре ты съем и танец на бровочку с лодки отлично выходит желтачок и верхогляд вот откладываем эти воблеры в сторону дальше чтобы отметить и семейство и тума хотелось бы это новинки прошлого года это у нас гип хала и хала вот они два красавца один у нас до полутора метров метров другой до метра то есть проходит простой хала у нас погружаться до метра а гип хала до полутора метров все они примерно одинаково весят это получается 6 и 3 грамма ну да 6 и 3 грамма они одинаково весят отличные полетные характеристики вот по амуру мне и кстати так и недели не довелось лично попробовать но по горняку можно сказать как бы даже сказать лучшие воблеров которые держат струю и справляется со всеми перепадами течений ну вообще как на них происходит поклевки я еще пока не встречал тем более за эту цену 360 бабули 360 рублей бабули ты просто мизерная отлично себя зарекомендовали в прошлом сезоне также семейство гипс пайеров вот они они в разной длине в длине 6 сантиметров и пять с половиной сантиметров получается видите они чуть-чуть разненькие и глубинам погружения у одного до по до двух с половиной метров у другой до двух метров опять же отлично зарекомендовали на горной речке несмотря на то что кажется он допустим до двух с половиной метров или до двух метров то может работать на глубине и до метра спокойно и до полуметра зависимости вот от этой вот большой лопаткой когда проводка идет он отскакивает от камней не заваливаться отскакивает в сторону и то есть я это сам лично пробовал и видео про него рассказывал уникальность вот этого воблера и соответственно его хороший дальний заброс тоже очень четко держит струю по нареканий вообще проблем никаких нет очень уверенная стабильная игра за счет лопатки ударяться препятствий огибает их не сваливаются хорошо хватает ли ну ты мишу на по амуру тоже мне не довелось толком попробовать вот также семейство гидро джеков про нюанс их этих в этих воблеров видим какие в лопатке есть отверстия такие у них вот они тоже выполнены в семействе там больших и маленьких один до трех метров маленькие до 2 метров и вес их от 5 грамм маленький воблер этот у нас 10 грамм большой тоже очень отличный воблер хорошо работает хорошо побил пробивает глубины и стабильная имеется игра у него вот осталось у меня видите уже немного воблеров с прошлого сезона это гидроник у нас тоже такое глубоководный до двух с половиной метров и имеет вес 8 с копейками грамм 8 и 1 грамм это у нас квикер про него я вроде еще не рассказывал да тоже хорошо работает имеет вес 5 и 7 грамма и глубина до полутора метров примерно вот тоже такое вот семейство их почему отнес вместе потому что квикер и гидроник они как бы вот увидим очень очень похожий как бы вот я их решил вместе объединить тоже зарекомендовали и работают ну и конечно это конечно чип про него я уже много рассказывать не буду чип он и в африке чип он конечно молодец работать просто изумительно вот это я пробежался по тем воблером которые я лично попробовал лично ловят у меня лично ловили все и не только у меня и у моих друзей и проблем с ним никаких не было ну и давайте вам покажу вот что я буду открывать с какими выборами этот сезон на этот сезон у меня другая задача я знаю гарантированно что те воблеры ловят отлично конечно можно взять проверенные воблеры и долбить эту рыбу мешками там а потом куба тейнерами потом эти мешки грузить в грузовик блин но зачем когда можно что-то открыть для себя новое сделать новый какой-то определенный шаг вот давайте посмотрим что я в этом сезоне выбрал от youtube вот этот кстати коробочка китайская про не рассказал улица чисто все эти воблеры которые я еще пункт ума не пробовал и для меня они являются пока не знакомы но почему-то не такая уже как бы заранее к ним кредит доверия то есть я уже уверен что и остальные воблеры и тума не покажутся интересными и не подведут и давайте посмотрим что у меня прям первой секции это семейство вот таких вот воблеров называются они байт 60 и также вот другой секции у меня тоже не вот есть и поменьше тоже видите байт 50 то есть в длине 6 сантиметров и 5 сантиметров у маленького у нас по глубина погружения до полутора метров четыре с половиной грамма а большой весит у нас почти 7 грамм и глубина его погружения уже до двух с половиной метров вот видим вот такие вот они имеют сексуальные цвета тоже длинная лопатка больше чем уверен что утопить его будет сложно он этой лопаткой будет отбиваться от препятствий но осталось проверить их только как они будут держаться на течении и так они будут стабильно исполнять свою игру на перепадах струи да в принципе если все они справятся с течением то обязательно должны ловить вот делаю вставку на них буду их тестить откатывать дальше у меня есть вот такие вот интересные воблеры очень интересные воблеры сразу же палец про кого называются геймер видите они в 65 шесть половиной сантиметров вес они имеют почти по 8 грамм верни почти по 6 грамм 5,8 и глубина погружения до полуметра то есть воблеры погружаются не глубоко имеют магнитную систему как они пишут как это что пока работа то я не проверял но по форме видите они такие интересненькие и помимо своей игры они наверное больше должны отзываться на какое-то на какие-то рывковую проводку это тоже обязательно проверю но очень-очень мне нравится прямо на вид и от прямо смотрю и связываю с ним очень большие рыбалки хорошие дальше дальше есть вот такие вот воблеры пить и вот тоже пить и 65 вес у него 5 и 6 грамма глубина погружения до 1,3 метра тоже видим имеет систему дальнего заброса отличные крючки как и у всех воблеров youtube красные глаза сексуальный цвет тоже с ним связываю определенные надежды должен иметь как свою игру так и отзываться неплохо на твичинг и вот такая вот интересная модель модель грис 75 смп тоже эти воблеры имеют магнитную систему для дальности заброса глубину погружения до метра и вес у них составляет 7 грамм вот тоже очень-очень интересные воблеры это как и твичинг и равномерная проводка или должна быть хорошая полетная характеристики хорошие размеры хорошие цвета они меня тоже очень-очень привлекает вот такие вот в облике так закрываем крышечку переворачиваем и там тоже для меня будут новые неиспытанные воблеры от фирмы youtube ну давайте начнем по порядку вот это два таких воблера это у нас семейство ассасинов ну тут такие ассасины я думаю по сегодняшним временам должны знать все люди которые шарятся по просторам интернета видите ассасин 80 длина его 8 сантиметров имеет такую огрузку так воблер это у нас весит 9 4 грамма а даже какой 9 482 грамма и погружение его до полуметра примерно видим что очень такой тяжеловатый воблер должен быть очень хорошая его длина полета вот лопатку не видите какая интересная ромба видно и подозрение у меня такое что воблер будет работать только на твиче собственной игры у него может и не быть это может быть чисто интересно играющий твичингу и воблер ну я пока не могу ничего сказать интересно бы конечно выйти бы на воду покидать посмотреть как это все будет происходить вот дальше у меня семейство воблеров фатиме но у я их себе оставил в двух цветах взял вот такой вот очень жаркий цвет огонь вот видите фатиме но длина 7 сантиметров глубина погружения до полутора метров и вес 10 грамм но я конечно не знаю до полутора метров он с такой лопаткой на днет или нет хорошие разгон шариков дальность полета будет у него очень очень хорошая ну и в принципе вот у него должна быть как своя игра так и отзываться на рывковые проводки да вот тоже очень интересный красные глаза расцветка я считаю такие расцветки одни из лучших дальше моей коллекции появились вот такие воблер ки лб мину это говорят чисто твичинговый воблер как я слышал я про него снимал обзор по-моему не про него а показывал мне люди написали что это чисто твичинговый воблер и ловит он на твичинге очень очень хорошо обязательно его буду пробовать вот дальше у меня лежат вот такие вот воблер ки они называются пикалина вес их 4 2 грамма и глубинам окружения до полуметра очень очень интересно воблер ки с очень хорошая краской и он даже еще есть вот таких вот размерах есть еще очень очень маленькие длине 4 сантиметра всего видите какой красавчик страницами надо быть поаккуратнее тот же раз и все вот какой красавчик я предполагаю что это тоже наверное воблер и больше твичинговые ну и то что по форме они ближе к шедом по сути есть шеды то должны иметь и свою определенную игру конечно мне кажется что вот нас с таким об руку меня связывают уже определенная такие моменты интересное что должен должен его хавать наш хищник вот покажу пару воблер ков следующих это дэнди дэнди 90 до и дэнди 79 сантиметров и 7 сантиметров вот ну в принципе все кто помнят дэнди по liberty люди знают что это обалденный воблер который работает на твичинге особенно по щуке я думаю сильном представлении этот воблер не большому кругу рыболов а это будет просто хороший летающий снаряд да они не нуждаются но я их почему-то не пробовал то есть это обычно люди которые ловят щуку они вот интересные такие воблеры отлично работают на твичинге но я решил попробовать у нас я думаю очень интересный воблер дэнди в определенных цветах и при твичинге он будет привлекать и лососёвых очень очень хорошо очень интересная модель хочу ее попробовать вот и остался у нас крайние представители которые лежат в коробке они вот тут самом углу затесались это мини-шеды глубин глубина погружения этих воблеров до полуметра и вес всего 47 грамма вот с этими воблерами я связываю ну просто обалденные надежды потому что он имеет свою обалденную собственную игру в виде кренка да и хорошо должен держать струи конечно мне кажется линки как и за чипом будут вставать очередь то есть я примерно представляю что то это будет примерно как и чип видите если их даже взять посмотреть они в принципе чем-то даже на похоже да это будет убийца линков мне так кажется но то что я вам уважаемое наговорил это мое все предположение вот я вам представил все эти воблеры которыми я рыбачу рыбачить буду в этом сезоне ну а конечно время покажет насколько они хороши и мы все это можем увидеть своими глазами на рыбалке как на них будет отзываться наша дальновосточная рыба постараюсь в этом году больше я каждый год всегда говорю хочу больше внимания уделить амуру но так и не получается но я конечно по в этом году постараюсь конечно и попасть на амур с этими воблерами и порыбачить ну вот уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео друзьями до свидания до новых встреч субтитры